Здравствуйте! Вы со мной на самом популярном канале, где прямо сейчас я вам расскажу очень много интереснейшей информации из жизни и из сети. В моей семье есть традиция праздновать Масленицу, поэтому каждый год в феврале я с нетерпением жду наступления Масленичной недели. Очень люблю это время за веселые гуляния, вкусные блины и за то, что дом в этот период всегда полон гостей, а завершает эту неделю прощенное воскресенье. Прощенное воскресенье это последний день Масленицы и соответственно последний день перед Великим Постом. А в этом году оно выпадает на 18 февраля. Самое важное в этот праздник попросить прощения у всех людей, которые ты когда-то мог ненароком обидеть. Считается, что только тогда можно вступить в Великий Пост с чистой душой. Прощенное воскресенье 2018 года. Просить прощения в прощенное воскресенье принято не с самого утра, а с заката до полной темноты. Днем в этот день обычно отправляется на кладбище и поминает усопших. А уже к вечеру нужно прийти в церковь и на литургии просить прощения друг у друга. В этот вечер священники в храмах поют евангельские чтения, в которых рассказывается о прощении грехов. Также вспоминается изгнание Адама и Евы из рая, чтобы перед началом Великого Поста напомнить о том, как опасны самовлюбленность и самоуверенность. Мы подготовили для тебя несколько советов, которые помогут провести прощенное воскресенье по всем традициям и правилам этого святого дня. Что обязательно надо сделать в прощенное воскресенье? 18 февраля надо непременно пойти на службу в храм. Это особенный день для православных христиан, потому что считается нагорная проповедь, а во время службы священник просит прощения у своих прихожан, масленица и прощенное воскресенье. В этот день не только можно, но и нужно попросить прощения у родных и близких. Для этого не надо перечислять свои грехи и обиды, а достаточно сказать прости меня. Важно понимать, что мысленно просить прощения нельзя, только вслух искренне от души. В этот день нельзя никому отказывать в прощении, это великий грех. Если у тебя просят прощения, то стоит ответить «Бог простит и я прощаю» или «Бог простит меня, прости». В последний день масленицы надо обязательно сесть за стол всем членам семьи. Раньше наши предки садились за стол в прощенное воскресенье 7 раз по количеству дней. Масленичной недели. Прощенное воскресенье, что говорит и отвечать. В этот день еще можно есть молочные продукты, но уже нельзя есть мясо, как и всю масленичную неделю. Стихи на прощенное воскресенье. И наконец вечером прощенное воскресенье надо успокоиться и подумать над тем, что с понедельника 19 февраля начинается великий пост. Испытание которого надо пройти достойно прощенное воскресенье в 2018 году. В народе прощенное воскресенье было принято мыться в бане, вместе с душой очищать тело. Также говорят, что в этот день нельзя думать о плохом, жаловаться, раздражаться, вступать в конфликты и провоцировать их. Что нельзя делать в прощенное воскресенье? В прощенное воскресенье нельзя думать о плохом и вступать в конфликты. Это считается большим грехом. В этот день нужно постараться быть искренним. В воскресенье 18 февраля запрещается заниматься физическим трудом, нежелательно убирать квартиру и заниматься стиркой. В прощенное воскресенье нельзя есть мясо. Отказаться от этого продукта нужно еще в первый день масленицы. Считается, что вечером в прощенное воскресенье нельзя оставлять еду. Все остатки пищи лучше кинуть в огонь, либо отдать домашнему питомцу. В этот день нельзя пить алкоголь и поздно ложиться спать, ведь после полуночи наступает Великий пост. Итак, что можно есть в прощенное воскресенье? В прощенное воскресенье называют также заговенье. Это последний день перед Великим постом. Несмотря на то, что масленичная неделя считается сыропустной и мясо есть нельзя, можно поесть блинов с маслом или сметаной, а также приготовить рыбные блюда. Ну что же, на этом у меня все. Более детальная информация есть на нашем сайте. Так что подписывайтесь, раскидывайте это видео вашим друзьям и близким и конечно же ставьте лайки. Не забудьте нажать на колокольчик. Услышимся!